Друзья, восстановились. Что-то было с интернетом. Приносим извинения. Сейчас представитель отеля вновь к нам присоединиться. Секунду буквально. Так, напоминаю, что мы находимся в отеле «Сирен Беллег». Отель с удивительно красивой природой, территорией, хорошим номерным фондом. Отличное питание. Здравствуйте. Все есть? Технические, да, неполадки. Выключился интернет, поэтому пришлось заново переподключаться. Прошу прощения. Все в порядке, все хорошо. Я за это время почти дошла до семейного номера, который я хочу вам показать. Это то, что после реновации номер, да? Да, после реновации эти номера, они находятся в отдельных виллах, которые, количество их 5 на территории нашего отеля. А в этих виллах находятся только Family Room или еще какие-то номера? Нет, есть также стандартные номера, семейные номера, гарден номера, о которых я говорила. И Лали, Сьют тоже номера. Вот такая комната сразу, практически после входа для детей. Диванчик и кровать. Есть окно, я вижу, да? Да, есть окно, да, есть окно. Это тоже важный факт. Я знаю, что в некоторых отелях есть такие номера, которые, да, тоже семейные, но одно только окно и балкон находятся обычно либо в детской комнате, либо во взрослой. В родительской. Да, в родительской. Вот сама комната, спальня для взрослых. Эти номера были реновированы вот этой зимой. Принцип тот же, кофейный набор, мини-бар с таким же наполнением телевизор, балкончик. Какое максимальное размещение в этом номере? 2 плюс 2. Достаточно зеленая территория, поближе видно сразу. Кто хочет, многие гости предпочитают эти номера, потому что они находятся и ближе к морю, и здесь не ковровое покрытие. Это тоже немаловажный факт, допустим, для гостей, у которых, возможно, аллергия есть, или они не любят ковровое покрытие. Здесь паркет везде. Одна ванная комната здесь. Не две, а одна. Тоже ванная и душ, как и везде. Два умывальника. 60 квадратных метров. Ну, достаточно большой. Да. У нас все номера очень большие. 47 квадратов, самые маленькие и выше. Меньше нет. Так, напоминаем, что мы в отеле «Сирен Билет» находимся, потому что некоторые гости к нам только присоединились, спрашиваю. Да, конечно. «Сирен Билет Кото». Сейчас пройдем до пляжа. По дороге могу зайти в детский клуб, показать вам детский клуб. Да, мы с удовольствием, конечно. Мне еще нравится, что в этих... Виллах. Виллах, правильно сказать. Да, да. Есть еще внутренний дворик, и там тоже зелень, я смотрю. Да, у нас практически, мне кажется, везде зелень. Я вам сразу территорию буду показывать. С правой стороны, сейчас чуть поближе подойдем, Олимпийский бассейн. Часто приезжают спортсмены профессиональные, именно которые на сборы занимаются здесь. В летний период вообще всегда у нас работают три академии по спорту для детей от 6 до 12 лет. Здесь можно научить своих деток плавать. У нас русскоговорящий тренер всегда приезжает. По футболу тренер и по теннису. Также в прошлом году мы первый раз пробовали академию по гольфу. Тоже детки могли за достаточно минимальную плату, всего лишь 30 евро за 6 занятий, были вот такие цены. В прошлом году можно было 6 раз отвезти своего ребенка на урок по гольфу, по плаванию, по футболу. В этом году из-за пандемии, к сожалению, сейчас у нас нет академии, но надеемся, что в следующем году все нормализуется, вернется на круги своя, и опять мы будем обязательно предоставлять данную услугу. Кроме Олимпийского бассейна, здесь есть детский бассейн для деток. И также на территории детского клуба, возле детского клуба, есть детский бассейн с горочками, который покажу вам сейчас. Это аквапарк, работает он с 10 до полдвенадцатого, затем перерыв на обед, и с 2 до полшестого. 5 горок у нас. Ну такой достаточно большой аквапарк. Да, большой аквапарк, всем очень нравится. Здесь детский бассейн, но почему-то не дети в нем. Ну это родители с детками отдыхают. Вот такой еще один детский бассейн. Сейчас зайдем на территорию. Вот лимончики. Сувениры для туристов, да? Да, да, это точно. Не нужно выходить никуда покупать фрукты. Сразу хочется отметить то, что у вас открытая площадка, она со специальным покрытием. Да, вы очень внимательны. Вот такое специальное покрытие. А с детками занимаются также на свежем воздухе и внутри. Такая детская площадка. Сейчас зайду. Блин, на свежем воздухе есть тень. Тоже очень будет комфортно деткам. В это время обычно у нас детки смотрят мультики. Но сейчас никого нет. Все, наверное, ушли на обед. Просто мы не закрываем. Обычно с 12.30 до 2 закрывают во многих отелях детский клуб. У нас он открыт. Можно посмотреть мультфильмы. Вот такой достаточно большой по объему детский клуб. Много различных комнат. PlayStation комната. Вот здесь играют детки. До полшестого работает наш детский клуб. И каждый вечер в 8.30 обязательно мини-диско проходит. На большой сцене, которую я вам сейчас тоже покажу. Все, что находится на территории мини-клуба, это бесплатно комната PlayStation? Да, да, да. Все услуги бесплатно. Тоже персонал все в масках. Все дезинфицирует. Сейчас мы уже подошли к главной сцене. Аспенда-сцена называется. Здесь сразу рядышком также бар, который работает до 12 ночи. После закрытия этого бара открывается дискотека, которая продолжается до полтретьего ночи. Опять же, везде информационные борды, максимальное количество, специальные урны, которые я уже показывала. Все столы в соответствии с правилами расставлены. Главная сцена. Также фишка нашего отеля – это поющие фонтаны. Те гости, которые у нас уже были, они очень любят. Каждый вечер перед шоу-программой в 9 вечера здесь у нас проходит шоу, такое 10-минутное поющих фонтанов. И потом уже непосредственно на большой сцене проходят шоу-программы. Каждый вечер различные шоу. Единственное, что не получилось сделать из-за пандемии в этом году – это концерты популярных певцов, которые у нас каждый год проходят. В прошлом году у нас был концерт Анны Седоковой, Юлианы Карауловой, Натана, Мити Фомина. В этом году, к сожалению, отменилось все, но шоу-программы на высоком уровне, как я уже говорила, проходят каждый вечер. То есть гостям точно не будет скучно. Но на самом деле у отеля такой достаточно универсальный концерт, насколько я могу судить. То есть здесь будет комфортно и с детками, да, то есть семейный отдых, молодежный отдых. Потому что есть дискотеки постоянно где-то что-то. Да, вот дискотека на открытом воздухе каждый вечер работает. Также в зимний период у нас есть дискотека, которая в самом главном здании находится. То есть абсолютно, да, вы верно заметили, Антон, что в нашем отеле будет достаточно комфортно, как молодежи. Много к нам молодоженов тоже приезжает отдыхать, так и семьям с детками. Вот мы приблизились уже максимально близко к морю. Везде зелень, обширная территория достаточно у нас. Кстати, здесь сразу вот к пляжу очень близко находится снэк-ресторан. В этом году мы главный ресторан. У нас работает на обед с 12.30 до полчетвертого. Обычно это до полтретьего. После этого закрывается. У нас до полчетвертого. И с 4.30 открывается этот снэк-ресторан, где гости могут перекусить далеко никуда, не уходя с пляжа. То есть можно спокойно после основного ресторана идти в снэк-куш. Совершенно верно. Кто не наелся, да, пожалуйста, милости просим. А сколько стоит павильон на пляже? Да, павильон. Я вам поближе сейчас покажу. У нас 8 павильонов на пляже. Стоимость 60 евро. Туда включен сервис в течение дня с 9 до 6. Сервис фруктов, напитков, алкогольных и безалкогольных. Сервиса еды нет. Но вот приготовили. Так выглядит сетап наш. Который мы предоставляем. Шампанское, фрукты, орешки и безалкогольные напитки. В каждой кабане есть шезлонг. Два шезлонга. Зонтик обязательно, кроме... Но это же вне зависимости от того, сколько там будет гостей. Три или четыре, допустим, или два. Они платят 60 просто за команду. Конечно. Вообще максимальное размещение 4-5 человек в павильоне. Но мы не берем дополнительную плату за... Если, допустим, не 3, а 4 человека пришло, то цена фиксированная. 60 евро, да. У нас достаточно широкий пляж, длинный и широкий. Вход пологий. Очень-очень мелкая галечка с песочком. Это тоже вопрос, который интересует многих. Поближе покажу вам. Ну, все равно при входе это больше песок. Галька там мало где попадает. Очень комфортно. Абсолютно никакого дискомфорта. Вот прям близко показывает, да, что песок. Для маленьких деток, либо для людей, которые плохо плавают, очень будет. Вот просто идеальный заход. Мне кажется, в Белеке это один из самых лучших заходов. Вообще будет в море идти. Конечно же, пляжная полоса очень широкая. Очень широкая, да. И в длину, и в ширину. Могу сказать точно, что это гордость нашего отеля. Пляж, действительно, и пирс, который тоже очень широкий, большой и комфортабельный. Также это VIP-кровати. Их стоимость в этом году 40 евро. Они немножко отличаются от кабан тем, что нет вот этой закрытой кабинки самой. Есть зонтик и комфортабельная кровать. А сервис включен какой-то для них? Да, конечно, тоже сервис, который я вам показала. Он стандартный идет для и кабан, и для VIP-кровати. Кабаны также есть на пирсе. Их стоимость такая же, как и на пляже. 60 евро. Сам пирс, покажу. На пирсе есть и душ, и раздевалка. Тент. А если, допустим, туристы берут там кабаны на несколько дней, они могут один день побыть на пирсе, второй на пляже? Конечно, да. Это все обсуждается, и они могут попробовать один день на пляже. Если им больше понравилось на пирсе, то, конечно же, они могут продолжить на пирсе отдыхать. С левой стороны есть кровати, которые стоят 20 евро. Они тоже по резервации. А шезлонги, которые вы видите в центре, они для всех бесплатны, для общего пользования. По желанию гостей, кто хочет зарезервировать кровати, то, пожалуйста, такой же концепт фрукты. И безалкогольные напитки в течение дня входят в концепцию вот такой кровати. И пирс, который работает до 7 вечера в нашем отеле. Здесь это бар, получается, да, на пирсе еще есть? Да, да, бар есть на пирсе. С 10 до 19.00 работает бар. Сейчас будем возвращаться, и я поближе вам покажу наши спортивные площадки, футбольные и теннисные корты. И, в принципе, если у вас есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу. Мне кажется, самые основные такие моменты я показала в нашем отеле. По концепции тоже рассказала, по питанию, по алкоголю. А алкогольные напитки еще скажу, что в нашем отеле до 2 часов, после 2 такого сервиса нет. Но обычно никаких проблем у нас не бывает, мы не сталкиваемся. Всем хватает до 2 часов ночи. Катя, то, что мы тут пройдем, так, спрашивают, какие импортные алкогольные напитки включаются бесплатно? Мы хоть это и проговаривали вначале, но, возможно, просто позже подключились. Давайте повторим. Это и как работает сейчас спа, сауна, хамам, то есть что есть, что по записи, что бесплатно, а что платно? По спа-центру могу, в принципе, на обратном пути тоже зайти, показать. Работает спа-центр у нас с 9 до 9 вечера. Хамам, сауна, стим, паровая. Как обычно, это все бесплатно. Какие-то дополнительные массажи, процедуры, это все за дополнительную плату. Также там близко к спа-центре находится большой фитнес-зал для спортсменов. В этом году мы тоже поменяли, обновили многие тренажеры. И крытый бассейн там тоже рядышком находится. Вы на карантине время зря не теряли. Что-что? Говорю, вы во время карантина время зря не теряли. Это точно, да. Мы постарались максимально с пользой это время использовать, чтобы, да, что-то обновить, чтобы гости приезжали. Каждый раз в нашем отеле очень большое количество репит-гостей, кто приезжает, обычно возвращаются. Есть годами прям гости приезжают в наш отель, и они замечают, да, что с каждым годом становится все лучше и лучше. Какие-то обновления мы постоянно делаем. Вот очень зеленая территория, поближе вам покажу, везде тенечек есть. Птички поют, черепашки, ежики. По поводу, кстати, теннисных портов и футбольных поля. Да. Если, допустим, вам приезжают футболисты, футбольное поле идет как за дополнительную плату для них или нет? Его нужно как-то резервировать. Ну, смотрите, обычно, если приезжают футболисты, то это обсуждается изначально. У них группа, у них отдельный контракт, соглашение, и, конечно, это все входит в пользование футбольным полем, входит бесплатно. Для гостей во время активити, футбол у нас есть ежедневно, каждый вечер, то пользование также бесплатно. Если гости хотят, свою команду организовали и хотят поиграть, то это уже идет за дополнительную плату. Ну, я работаю два года в этом отеле, еще не видела ни разу, чтобы кто-то играл за дополнительную плату на нашем поле. Просто вот гости, которые попросили поиграть в футбол. Обычно всем хватает активити. Вот, каждый год также к нам приезжают футболисты. Спорт волна, не знаю, может быть, слышали. Ага, вопрос по импортному алкоголю. По импортному алкоголю. Джек Дэниелс, это из виски. Текила, Бьянка, Валантайс, Бейлис есть. Это из того, что я помню. Кому нужно, в принципе, вы можете поделиться. Я могу поделиться своим имейл-адресом и выслать прям концепцию нашего отеля, в которой четко все позиции описаны по алкоголю. Я напишу вам свой имейл-адрес. Да, и кому нужно, пожалуйста, пишите в директ, мы отправим вам имейл-адрес. Да, обязательно отвечу. Там все написано. Все позиции. Вот футбольное поле, 6 теннисных кортов с жестким покрытием. А как идут теннисные корты? Они для гостей за дополнительную плату или нет? Нет, ракетки есть. Да, ракетки у нас есть. Можно их арендовать. 10 евро стоят две ракетки, час с мячами. Если у гостей есть свои ракетки, то они, соответственно, могут играть бесплатно. Если это в вечернее время, то берется плата за освещение корта. Вот, уже возвращаюсь к главному бассейну. Можем сейчас быстро зайти в спа-центр здесь. Давай. И, в принципе, наверное, мой обзор на этом закончится. Ну, действительно, мне, кстати, то, что очень сильно подкупает, то, что комфортность для гостей в плане территории. Пока мы там рассоединены были, я говорил о том, что будет удобно, как и деткам, да, там, мама с ребенком с коляской. Комфортно будет везде пологая территория. Так же, как и людям в возрасте, которые, допустим, не могут ходить там с горки на горку. Везде все пологое. Да, согласна. Все удобно, все близко, но территория достаточно обширная и большая у нас. Пул-бар тоже у нас работает до вечера, кстати. С утра до 19.00, с 9 до 7 вечера работает. Некоторые гости, которые не хотят идти, допустим, на шоу-программу, они могут уединиться здесь, возле бассейна, посидеть, выпить кофе или какой-то коктейль. Сейчас уже возвращаемся в главный корпус. Все-таки жарко еще. Кстати, есть вот салон красоты, где гости могут также сделать и укладку, и покраситься, и маникюр, и педикюр. Доктор офис. Отдельно скажу, что всегда у нас в отеле есть медсестра. У всех гостей обычно есть страховка. Если в случае надобности мы помогаем гостям вызвать врача через страховку, потому что услуги доктора, как и в каждом отеле Турции, если это напрямую, не через страховку, они являются платной услугой. Поэтому рекомендуем всем звонить через страховку. Вот такой спа-центр у нас. Сейчас пройду сразу фитнес-центр, покажу. Закрытый бассейн. Да, вот крытый бассейн, я поближе. Очень жарко здесь. Сейчас не актуален. На улице очень жарко, поэтому крытым бассейном никто не пользуется. Но начиная с октября, конечно, уже... Все потихоньку перемещаются сюда. Да, потихоньку перемещаются. Фитнес-центр, о котором я говорила. Не просто маленькая комната с парой тренажерами, а достаточно большой. Можно судить, здесь профессиональные стоят тренажеры. Да, профессиональные тренажеры. Поэтому он делается на это. И он достаточно большой. В принципе, по спа-салону, наверное, показывать не буду. Если желаете, могу показать хамам, сауну. Давайте пройдемся немножко, время еще есть. Хорошо. Зона релакса, насколько я понимаю. Да, зона релакса. Здесь после хамама. Сауна. Освещение не очень хорошее. Я, хамам, а где здесь сижу? Здесь. Это отдельно для тех, кто хочет. Немножко интернет пропадает. Да, подвисает здесь, да? Интернет подвисает. Я поэтому... Сейчас покажу вам хамам. Это хамам, который большой. Эта услуга является бесплатной, как я уже говорила. Знаете, мы всегда говорим гостям, ну, туристам так. Пока вас не трогают, это бесплатно. Это точно. Это правда, согласна. Здесь массаж, поэтому я тихонечко выхожу отсюда. Спасибо, Ларко Лагес. Возвращаемся. В принципе, мы уложились во время, да, я думаю. Сейчас загрузка у нас небольшая в отеле. Многим гостям это, кстати, очень нравится. Все говорят, что мы вот думали, приехать или не ехать. И когда приехали, и сервис хороший, и номера прекрасные, и питание очень хорошее, и не так много гостей. Но мы, конечно же, со своей стороны будем очень рады, если количество гостей увеличится. Поэтому спокойно у нас, красиво, хорошо, приезжайте. И в конце вот вам хочу уже открылась наша кондитерская показать. Это контрольный выстрел, да, в голову. Сейчас до шести кондитерская у нас работает. Просто она была закрыта, а сейчас очень красивая, тоже с террасой. Вот такой набор вкусностей. Также, кто не хочет идти в снег-ресторан на пляже, может прийти сюда вот в это время, когда перерыв с главным рестораном, прийти чай, кофе, какую-то сладость перекусить. Задают еще вопрос, есть ли морепродукты в основном ресторане? Да, есть морепродукты в основном ресторане. И креветки бывают, и сибас, и кальмары, раки тоже бывают. Ну, на самом деле, питание это всегда была вот ваша фишка, мне кажется. Потому что действительно питание, ну, даже любого такого предвзятого туриста, оно покоряет. Очень большой выбор всегда, все вкусно и разнообразно. Так, тем более, ну, мне кажется, наш жалоб у вас на питание точно, я никогда не видел. Жалоб нет, нет, жалоб все обычно, да, очень довольны. И даже если есть пожелания, еще раз скажу об этом, если есть пожелания гостей, что нам чего-то не хватает, пожалуйста, все говорите в отдел по работе с гостями. Мы здесь специально для вас. Если у вас есть пожелания, то мы обязательно не просто передадим это на кухню шеф-повару, а обязательно сделаем максимум для того, чтобы ваше желание воплотилось в реальность и появилось даже то, чего не было ранее. Поэтому обращайтесь. Спасибо вам большое, Катя, что нашли время, показали нам отель. Отель действительно, знаете, вот иногда говорят, отель с душой. Душа этого отеля – это, конечно, его персонал, потому что вы очень чутко всегда относитесь к каждому гостю. Мне кажется, вы с ним просто пылинки сдуваете. Спасибо огромное. Мы стараемся на самом деле. Приезжайте вы, отправляйте гостей. Будем очень-очень рады. Хорошего настроения, хорошего дня желаю. Хорошего дня вам, хорошего сезона и хорошей загрузки. Привет, Киева. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания.